ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ От коллег из других регионов и стран и от друзей-единомышленников. Особенностью этой инаугурации стало то, что при всей торжественности момента в зале царила особая, теплая и добрая атмосфера. Это позже отметят и многие гости инаугурации. Влюбился в вашу республику. Здесь действительно сверхискренняя поддержка населения. В лучших традициях, скажем, Татарстана. Он такой простой, добрый, содержательный, но тоже самая открытость. Здесь вот такая открытость, простота. Здесь как раз неуместно было употребить, что это простота хуже воровства. Здесь именно искренняя простота. Тот редкий случай, когда каждому выступающему на инаугурации было, что сказать, искренне, от себя. Заместитель председателя правительства России Марат Куснулин вспомнил, как Рустам Миниханов напусывал его еще в начале карьеры. Вы знаете, когда-то, когда я начинал работать, вы меня пригласили, и, помню, был первый, наверное, там, две, там, может, два месяца моей работы. Было тяжело. И вы мне говорите, знаешь, Марат, за нашу работу, скорее всего, спасибо не скажут. Мы должны понимать, что работая на государственной работе, мы делаем важную работу, и мы это делаем не ради спасибо. Но вот сегодня я хочу сказать, что вы своей работой действительно смогли достигнуть такого положения республики, что жители вам говорят спасибо. Вам говорят жители, вам говорят люди, которые приезжают. Каждый раз, когда кто-то приезжает из Казани, мне всегда говорят, как хорошо в Татарстане, как хорошо в Казани, и я искренне этому радуюсь. По отечески тепло поблагодарил Миниханова за работу в государственный советник и первый президент Татарстана Ментимер Шамиев. И пожелал дальнейших успехов. Желаем вам здоровья, терпения, выдержки. Работать вы умеете. В добрый путь. Эти 10 лет под вашим руководством были золотыми, отметил мэр Казани Ильсур Медшин. И добавил, что ему всегда было и будет очень комфортно работать в команде Миниханова. Я, как мэр столицы, хочу сказать отдельные слова благодарности. Нет второго мэра, который мог бы сказать, что его столицу так поддержит руководитель субъекта. От лица молодого поколения выступила студентка университета Иннополиса Руфина Талалаева. Уважаемый Рустам Нургалеевич, хочу сказать, вы у нас самый прогрессивный, самый задорный и самый креативный президент. Желаю вам от имени молодежи Республики Татарстан крепкого здоровья, успехов и интересных начинаний в вашей работе на благо всех жителей нашей прекрасной республики. По желанию успехов той команде, той атмосфере, которую создает президент по традиции, сохраняя лучшие традиции первого президента нашей республики Шаймиева, нам этот созидательный режим и поступь нашей республики надо сохранять. У нас большие планы. И очень важно, что у нас прекрасный лидер. Люди ему доверяют. И вот сегодняшнее событие, как раз доказательство тому, татарстанский народ сделал свой выбор и доверил быть вожаком, лидером Рустаму Нургалеевичу. Я думаю, что у республики все получится. Но для этого надо очень много работать. Мы на правильном пути и политическом отношении. Стабильность у нас. Это вот выборы показали. Только слепой не видят, как Татарстан процветает, как улучшается жизнь населения. Не было бы хосписа без Рустама Нургалеевича. Сейчас второе строительство. Без Рустама Нургалеевича этого не было. Он перед Москвой хлопотал, чтобы Москва передала этот участок земли под строительство хосписа. Понимаете, это человек с большой буквы, с большим сердцем, который любит татарстанную Россию. В государстве, где есть справедливость, то есть это государство всегда развивается. Люди живут равно, счастливо. Справедливая социальная политика, а татарстан сейчас нацелен на раскрытие потенциала каждого его жителя, возможно, только при крепкой экономике. Ее наличие в республике никем не оспаривается. Другое дело, что выходить на траекторию устойчивого развития придется в сложных условиях падения доходов и снижения деловой активности из-за пандемии. В своем выступлении Рустам Мениханов не делал на этом особого акцента, но ни для кого из присутствующих это секретом не являлось. При такой сложной ситуации прилагается максимум усилий всех, начиная с президента и кончая с любым рядовым работником. И поэтому ситуация, я считаю, что ближайшие 2-3 года мы пройдем успешно. И, конечно, я очень рад, что на следующий трог дал согласие Рустам Магалевич и народ, практически единогласно, всеобщим народом выбрал его президентом. Я думаю, это основа нашего ближайшего будущего и ближайшего успеха, результатов которых нужно ожидать. Наша республика по сравнению с другими регионами Российской Федерации более быстрыми темпами развивается. Это показывает и экономика, и благосостояние нашей республики. Промышленность развивается, нет особых внутренних проблем, имеется только внешне, связанное с коронавирусом. Немного подкачало экономику нашего предприятия. Но мы инвестпрограмму не остановили, продолжаем развиваться. Да, сложное экономическое время, непросто, но и в этом тоже есть свои плюсы, потому что мы смогли проверить себя, мы смогли проверить людей, нашу стрессоустойчивость. Мы научились некоторым вещам, о которых даже не думали. Поэтому, да, ситуация непростая, но я уверен, что мы победим. Трудные времена – это как раз времена испытаний на прочность, на мудрость. Я очень желаю Рустаму Григорьевичу здоровья в первую очередь, потому что это самое главное. Наше и правительство, и президент понимают, что главное богатство народа и республики, кроме нефти, кроме хороших урожаев, кроме очень развитой промышленности, все-таки является культура и искусство. Сегодня благодаря небезразличию руководству республики, сегодня Татарстан, Казань являются столицей спорта, но на этом все сказано. Впереди у нас большая, кропотливая совместная работа. От нас зависит, как будет развиваться наша республика в ближайшие пять лет. Насколько комфортно будет в ней жить. Хочу пожелать всем нам на этом пути успехов. Тимур Бекморзин и Андрей Ключников. Семь дней. Все выпуски программы «Семь дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ. Продолжение следует...